В студии Руслан Жукаев. Сегодня глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов провел совместное заседание региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба. На повестке вопрос обеспечения общественной безопасности в преддверии массовых мероприятий. День знаний, день солидарности в борьбе с терроризмом, мероприятиях к столетию республики, а также единого дня голосования. Учитывая значимость мероприятий, собравшиеся рассмотрели комплекс вопросов обеспечения безопасности гостей и жителей республики в этот период. Согласовано здесь и органов власти и правопорядка. Кроме того, по рекомендации НАК проанализировали состояние работы по повышению уровня готовности образовательных организаций к началу нового учебного года. В каждой структуре принят план действий по обеспечению безопасности на своем ответственном участке, исполнение которых будет контролироваться. Приговором Южного окружного военного суда житель Кабардино-Балкарии 2001 года рождения, причастный к подготовке совершения террористического акта и участии в деятельности террористической организации, признан виновным. Ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Преступная деятельность осужденного пресечена в сентябре 2021 года в Черкесске сотрудниками УФСБ России по Карачаево-Черкесии. В момент задержания у него было изъято самодельное взрывное устройство. В ходе проведения по месту проживания фигуранта уголовного дела обыска найдены компоненты и инструменты для изготовления самодельного взрывного устройства. У задержанного обнаружены другие улики, указывающие на его контакты с членами зарубежных террористических структур. Следствием установлено, что преступник осуществлял подготовку теракта по указанию боевиков организации «Исламское государство». В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, что было учтено судом при определении наказания. Туберкулезная инфекция у детей и подростков. Под таким названием в Черкесске прошла межрегиональная научно-практическая конференция. Врачи обсудили проблемы профилактики и лечения туберкулеза на современном этапе и пути их решения. Подробности у Али Ваташева. Часто туберкулез начинается в детском возрасте. Если предотвратить заражение детей, то дальнейшее оздоровление всего населения будет намного эффективнее, считает главврач республиканского тубдиспансера Смаил Байрамуков. Этим вызвана актуальность конференции с участием ведущих птизиатров страны и ведущих специалистов из Москвы, Дальневосточного, Приволжского и Северокавказского федерального округа. К великому сожалению, должного внимания не уделяется раннему выявлению туберкулеза у детей. Выявляют туберкулез у детей – это только туберкулинодиагностика, на что катастрофически не хватает у главных врачей, так скажем, финансовых средств для приобретения туберкулина и диазген-теста. Доктор медицинских наук и научный сотрудник Минздрава России Надежда Клевно выступила с докладом «Методы выявления и диагностики лантетной туберкулезной инфекции на современном этапе». Мы применяем не только пробу МОНТО, который уже более 100 лет, но и новые инновационные так называемые технологии. Это и диазген-тест, который мы сейчас очень активно применяем. Кроме того, есть альтернативные методы для тех детей, родители которых, скажем, отказываются от традиционных методов. Либо по медицинским показаниям нельзя делать внутрикожные пробы, потому что МОНТО и диазген-тест – это внутрикожные пробы. Это и аллергические заболевания, это и другие какие-то состояния, когда врач рекомендует не делать внутрикожно. Это и квантифероновый тест, и ТИСПОТ-тест, которые мы можем, они зарегистрированы в России, и можем активно их применять для выявления туберкулезной инфекции. Участники обсудили современные тенденции профилактики и лечения туберкулеза и наметили пути их решения. У нас тут есть свои пробелы и проблемы, которые мы должны решать и будем решать. Сейчас у нас формируется, предвосхищая, так сказать, будущие вопросы, формируется бюджет республики. Я надеюсь, что мы сможем организовать те необходимые закупки, ну, может быть, не в стопроцентном объеме, но хотя бы в том, которому необходимо для более-менее приличной работы, тех препаратов и тех детских тестов, которые необходимы. В ходе конференции доктор медицинских наук Валентина Аксенова объявила приятную новость. Главврач республиканского топ-диспансера Смаил Байрамуков был назначен главным специалистом-фтизиатром Минздрава Карачаева-Черкесии и СКФО. Теперь он возглавит всю противотуберкулезную помощь в северокавказском регионе. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 19. В горах местами плюс 9, плюс 14. Днём плюс 29, плюс 34. В горах местами плюс 23, плюс 28 градусов. В Черкесске без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19. Днём плюс 31, плюс 33 градуса. Только до 4 сентября. В Кисловодском цирке. Солги и рация. Мещанная сказка. Умею. И хочу учиться. Поэтому с 10 класса. Я в университете. Работаю с настоящими учёными. Заканчиваю школу нового типа в ИСКФУ. И собираюсь стать студентом. Стать студентом. И хочу стать студентом. Приём в школу нового типа в самом разгаре. Ортопедический салон предлагает средства реабилитации, изделия для позвоночника и суставов, компьютерная диагностика стоп, изготовление индивидуальных стелек, детская и взрослая ортопедическая обувь. Черкеск, улица Кавказская, 37. Торговый центр «Панорама». Город Черкесск, 27 августа. В парке «Зелёный остров» в амфитеатре состоится долгожданный сольный концерт легендарного Александра Марцинкевича и его группы «Кабриолет». Начало в 19.00. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8 938 333 92 0. Сегодня день независимости Абхазии и Южной Осетии. Братских Карачаева Черкесии республик, чья культура близка и понятна нашим народам, поздравляет глава региона Рашид Тимрезов. Признание их независимости России обозначило начало новой исторической эпохи и создало качественные условия для политического, экономического, социального и культурного развития республик. Сегодня мы видим, как динамично развиваются государства и в каких высоких результатах они достигли. Отрадно, что между нашими республиками исторически сложились добрые и теплые отношения, которые со временем только укрепились и расширились. От всей души поздравляю жителей Абхазии и Южной Осетии с этой важной датой и желаю дальнейших успехов и благополучия во всем. Говорится в поздравлении. В рубрике «Приуроченная столетию Карачаева Черкесии» мы рассказываем о людях, чьи имена золотыми буквами вписаны летопись республики. В числе первых – ислам Крым Шамхалов, карачаевский просветитель, художник, поэт и общественный деятель. О его жизни – материал Шерифат Лепшоковой. Дом-музей просветителя ислама Крым Шамхалова гостеприимно открывает свои двери перед теми, кто неравнодушен к культуре и истории карачаевского народа. Таким был и сам ислам. Энтузиаст народного просвещения он ставил перед собой цели передовые для того времени. Небольшой дом, когда-то гостевой, знакомит жизни просветителя. Сотрудники музея бережно хранят вещи того времени, символизирующие атмосферу, которую создавал ислам Крым Шамхалов. Если есть слово, характеризующее его – это созидание, то, что он делал всю жизнь. Внук последнего правителя в Карачае, маленький князь, рано остался без матери. Воспитывался в семье своего дяди, балкарского просветителя Исмаила Урусбьева в Баксане. Дом был всегда полон гостей. Там бывали известные художники, композиторы, ученые-путешественники, открывающие для себя Кавказ. Не мудрено, что ислам рос в атмосфере передовой европейской культуры. Видел он и бедную, суровую жизнь горцев. Может быть, тогда в его юном, отважном сердце поселилась надежда на то, что сможет многое изменить в их судьбе. И он смог. Выпускник Ставропольской гимназии, в то время одной из передовых в стране, он два года проведет в Петербурге, в почетном конвое царя. В столице познакомится с видными представителями интеллигенции. Но душа рвалась домой, на Кавказ. Позже он еще вернется в Петербург и Москву, где в качестве общекарачаевского доверенного будет с трибуны смело говорить о провале царской политики на Кавказе. Широко известно его письмо в парижскую газету «Мусульманин», в которой он выскажет свое мнение о тогдашнем моде «отказа от своего исконного неприобщения только лишь к европейской культуре». Ислам Крым-Шамхалов будет отстаивать идею «тауэтэт» – горской культуры, которая, по его словам, просвещенная Европа лишь приближается. Кандидат исторических наук Шамиль Батчаев не один год занимается исследованием деятельности ислама Крым-Шамхалова. Он говорит, просветитель был убежден в необходимости идти по пути цивилизации, не отбрасывая то хорошее, что уже есть. Он основал передовую ферму с современным для того времени оборудованием. Так впервые горцы увидели сепаратор из Швейцарии. Посещал знаменитую Нижегородскую ярмарку, бывал в Москве, старался внедрять увиденное. В том, что в Тиберде в 1912 году, уже после смерти, одним из первых в стране появился кинематограф – это его заслуга. Он ставил свои задачи и улучшить материальное положение простого народа. Взвалил на свои плечи тяжелую ношу, как решение земельного вопроса для карачаевцев, которые были вынуждены арендовать земли за сотни километров от дома. В 1862 году была объявлена прокламация, по которой карачаевский народ должен был получить 40 тысяч десятин, начиная от Джигуты и до Марухи, Аксаута и так далее. Но часть этих земель была дана, а часть этих земель так и не была выделена. Вот именно с целью того, чтобы это имеется в виду Марухское ущелье, Аксаутское ущелье, Тибердинское, с правой стороны вот эта земля, вот для того, чтобы это всё получить, чтобы народ это получил, чтобы были основы, впоследствии так и получилось. Были основы новые сёла, Архыз, Маруха, Красный Карачай, уже в советское время во многом. Именно для этого он вместе с другими доверенными делегациями, он ездил в Юхатирнодар, он ездил в Тифлис, он встречался с чиновниками Кавказской администрации, Кубанской области. Ислам Крымшамхалов первым понял преимущество Тиберды для лечебного туризма. Привлекал друзей и знакомых, проводил для них экскурсии. За гостями потянулись первые туристы. В том, что Тиберда и Дамбай позже развились в курорты всесоюзного масштаба, огромная заслуга зачинателя этого дела – Ислама Крымшамхалова. Место эти он любил всем сердцем, много ходил на этюды. Рисовать любил с детства. Его работу высоко ценил известный художный передвижник Николай Ярошенко, ставший хорошим другом и частым гостем в хлебосольном доме в Тиберде. Ислам Крымшамхалов мечтал о персональной выставке в Москве. Она состоится уже после его смерти. Ценил он и дружбу с Кастахи Тагуровым, за которым ухаживал в его последние дни. Тот признавался – есть две самые дорогие вещи – Осетия и дружба с исламом. Душой болеющий за народ, князь при жизни пользовался уважением и заслуженной славой. Он долгое время был почетным люстителем Тибургинской начальной школы, полностью финансировал ее. Думал он и о создании карачаевской грамматики, писал стихи, переводил на родной язык басни, мечтал о просвещении народа. Кажется, его жизнь известна все. Но недавно наши ученые сделали еще одну находку, которая позволила выявить более точную дату его рождения. Недавно совсем Рашид Хатуев и мы вместе с ним обнаружили надгробие его матери в Карчурте. Она умерла в 1962 году. То есть он родился минимум в 1961 году. Но на самом деле, в любом случае, он не дожил, скорее всего, до 50 лет даже. То есть был еще не старым человеком. Но если так взять, конечно же, он за свои, так скажем, 30 лет своей активной деятельности, начиная там с лет 20, он сделал столько для своего народа, что, наверное, несколько человек не сделали бы. Ислама Крымшамхалова не стало в Ялте в 1910 году. Революция, советский период, когда многое замалчивалось, не стерли из памяти народа его благородные дела. Символично, что ежегодно медаль Крымшамхалова вручается в пяти номинациях. Так широк был диапазон его деятельности. И как все так же в саду-усадьбе растет груша, посаженная руками самого ислама, так и начатые дела его продолжают потомки. Шереват Левшокова, Расул Бердеев, Вести Карачаева, Черкисия, Тиберта. Сегодня во всех городах и районах республики прошел генеральный субботник. Принять участие в акции призвал глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов. В ходе открытого чата житель республиканской столицы пожаловался руководителю республики на загрязненность придомовой территории. В рамках субботника были очищены общественные домовые территории, гостевые дороги, популярные места для отдыха жителей и гостей республики, берега водных объектов. Любой желающий мог присоединиться к масштабной акции. Спортсмены Карачаева Черкесии стали победителями турнира, посвященного памяти выдающегося тренера России Александра Давыдова. Всего в состязаниях участвовало 250 спортсменов из 16 регионов. Наша сборная одержала победу в общекомандном зачете. Бактерии республики завоевали 20-тну золотую медаль. Из них 14 перенесли в копилку в нашей сборной юные спортсмены Черкеска. Второе и третье места заняли команды из Воронежа и Краснодара. У них 8,5 золотых наград соответственно. Соревнования, приуроченные к столетию Карачаева Черкесии, прошли в спорткомплексе «Юбилейный». Завтра с 8 утра на площадке фудмаркета «Агропарк», расположенного в Черкесске по улице Свободы 62, в рамках мероприятий к столетию республики состоится продовольственная ярмарка. Здесь будет представлена продукция по ценам ниже рыночных. К месту проведения ярмарки с 8 часов будет запущен бесплатный общественный транспорт. На каждом из них будет размещена маршрутная таблица ярмарка «Агропарк». Это все вести на сегодня. Я с вами прощаюсь. А прямо сейчас смотрите фильм «Майор Гром». Хороших выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова